Hello, my dear kiddos! Welcome back! Today we'll have a new lesson in our workbooks. Let's start from page number 49, exercise number 3. Here you can see lots of words. Итак, давайте познакомимся с этими словами чуточку поближе. Начнём мы с предлогов места behind, next to и in front of. Now you can see them on my whiteboard. Behind переводится как за, за дверью. Behind the door. Next to, возле. For example, next to the table, возле стола. In front of, перед. For example, in front of the bed, перед кроватью. So, let's try out our new words on some example. This is our Freddy. And this is our cup. You may remember our cup from previous lesson. Вам, возможно, запомнилась чашка с прошлого урока. But today we have a new character. It's Freddy. So, if I put Freddy here, возле. Where is he? He is next to the cup. Он возле чашки. He is next to the cup. If I put him here, where is he? He is in front of the cup. Он перед чашкой. He is in front of the cup. Окей. And if I put him right here, you can't see him right now. Вы его не видите. Because he is behind the cup. Потому что он за чашкой. Давайте еще раз попробуем. So, here. Next to. Here. In front of. And here. Behind. Хорошо. Now your turn. Сейчас будет ваша очередь. Next to. Правильно. Ага. Молодцы. In front of. Well done. And the last one. Behind. Good job. Также мы с вами сегодня познакомимся с такими словами, как door, дверь, table, stool, chair, stool, wardrobe, шкаф, в котором мы храним одежду, и chest, сундук. Let's try again. Door. Table. Chair. Wardrobe. Chest. 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 Wardrobe. Chair. Table. Door. Well done. And now let's read exercise number three. There is a boy behind the door. Мальчик behind. За дверью. There is a board game on the table and a cake on the chair. Настольная игра на столе. Настольная игра на столе и торт на стуле. Предлоги с прошлого урока. Помним. The wardrobe is next to the bed. There is a chest in front of the bed. Шкаф возле кровати, а сундук перед кроватью. Ребята, новые слова, такие как door, table, chair, wardrobe и chest. Пожалуйста, подчеркните нашими маркерами. И последние два слова, которые мы с вами сегодня разберем, это upstairs и downstairs. Если мы с вами поговорим про частный дом, в котором несколько этажей, ну, например, два. Если у нас находится кухня на втором этаже, то она upstairs, наверху. А спальня у нас находится на первом, а на downstairs, внизу. Очень легко запомнить эти слова, используя вот такие вот стрелочки. Вы их можете нарисовать абсолютно любым цветом. Upstairs, наверху, стрелочка идет наверх. И downstairs, внизу, стрелочка идет вниз. Now look at exercise number six. Number six. Здесь нам нужно выбрать правильный предлог. Ну, вы видите, я уже это сделала за вас, да, но давайте мы это разберем. Вдруг у меня ошибка. The chest is сундук. И нужно выбрать in front of или next to the bed. Как вы думаете, правильно подчеркнуто? Совершенно верно. Next to. Сундук возле кровати. Смотрим. Совершенно верно. Сундук возле кровати. The boy is behind или under the door. Смотрим. Where is the boy? Where is he? Okay, correct. He is behind the door. Мальчик за дверью. Next, the chair is in front of или behind the table. Стул спереди или сзади стола? Please tell me, where is he? Where is our chair? Correct. He is in front of. Я назвала стул he, но мы все помним, что неодушевленные предметы мы называем it. Да, помним. Молодцы. And the last one. The jigsaw is on, under the table. Пазлы на или под столом? Под или на? On или under? Correct. The jigsaw is on the table. Excellent. И только теперь мы можем перейти на наш exercise number one. Our text. Ребята, эти тексты у вас есть в наших дисках. Звуковую дорожку вам найти будет очень просто. Она называется 8b. И все эти тексты записаны на одной дорожке. Поэтому искать долго ничего не надо. Но перед тем, как вы будете их слушать, пожалуйста, в каждом тексте найдите наши новые слова. С прошлого урока или с сегодняшнего. Такие как комнаты и предлоги. И сейчас я вам постараюсь помочь, чтобы вам было легко сделать наше домашнее задание. Я знаю, вы очень любите такие задания. Может, они очень простые. И вы их выполняете, ну, просто супер быстро. Here we need to put letters. Вставить пропущенные буквы. For example, this is bad. Кровать. И слово bad мы ищем вот в этом вот нашем, да, джигсоу. Ok. Chest. Сундук. Table. Стол. Wordjob. Шкаф. Это вы делаете самостоятельно. Exercise number two. Write and match the opposites. Соединить противоположные слова. For example, upstairs, наверху, стрелочка вверх, да. Но противоположное, upstairs, будет downstairs, вниз, внизу. Next. Он. На. А противоположное, он, будет под. Under. Он. На. Under. Под. Следующее делаем сами. Exercise number three. You have pictures and questions. У вас есть картинки и вопросы. Вам нужно написать правильный ответ, глядя на нашу картинку. For example. Where is the bed? Где кровать? И смотрим. Кровать, кровать. Вот она у нас. Next to the wardrobe. Она возле шкафа. Следующее. У нас мальчик стоит за дверью. И нас спрашивают. Where is the boy? Где мальчик? Как же мы напишем? Да, вы молодцы. Вы правильно мне подсказали. He is behind the door. Пишем только предлог и место. Behind the door. Next. Chairs and table. Where are the chairs? Где стулья? Они перед столом. Да? Перед. Перед будет in front of. И стол. The table. In front of the table. Молодцы. Я думаю, с этим вы справитесь очень быстро. Вам нужно подчеркнуть правильное слово. Ну, как сказать правильно. То, которое относится к вам. Здесь вы должны подчеркнуть только ту информацию, которая относится только к вам. For example. I live in a house или flat. Так как я живу в квартире, да, а не в house, то я подчеркиваю слово flat. I live in a flat. Те, кто живут в частных домах, подчеркивают house. Следующее. There is a kitchen, a living room, a dining room. Нужно подчеркнуть те комнаты, которые у вас есть. For example. I have got a kitchen, a living room and a dining room. Next. There is или there are one, two, three, four. Five bedrooms in my house. В моем доме одна, две, три или четыре или пять спален. И вы подчеркиваете тот вариант, который вам подходит. And the last one. We have got... Или we haven't got a garden. У нас есть сад или же у нас нет сада. Молодцы! Ребята, я надеюсь, что я вам чуточку хоть смогла помочь. И напоминаю, что этот разворот у нас идет как два урока за одну неделю. Поэтому это рассчитывается на целую неделю. Не на один урок. So, see you later. Have a good luck.